Добрый день! Судя по фотографиям, размещаем им имя в соцсетях. Я думаю, они там не мерзнут. Ну, такая не самая южная страна. Ну, а мы работаем сегодня среда, 5 октября. И сразу же представляем гостя нашего первого часа. Это Сергей Данилович, заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области. Заместитель главного судебного пристава области. Добрый день, Сергей Николаевич. Добрый день. Добрый день. Да, важная и серьезная тема. У нас в первом часе есть конкретный повод. Ну, безусловно, мы и в целом, по общим данным службы судебных приставов, пройдемся по результатам работы. Ситуацию осветим, тут складывающуюся ситуацию на сегодняшний момент. Но информационный повод заключается в следующем. С наступлением октября изменилось, но это простым языком выражается, изменился размер суммы, при которой гражданин Российской Федерации считается невыездным. То есть его просто-напросто не выпустят за границу. Сумма задолженности. То есть раньше эта сумма была 10 тысяч рублей, сейчас стало 30, скажем правильно. Но это, надо же сразу оговориться, касается далеко не всех категорий должников. Ну, с исключениями. Сергей Николаевич, вам карты в руки, пояснить всем нашим слушателям и рассказать о том, что же изменилось с 1 октября. Да, спасибо. С 1 октября вступил в силу федеральный закон номер 190. Этим законом внесены изменения в ряд статьи федерального закона об исполнительном производстве. Так как, как вы правильно сказали, в три раза увеличился размер задолженности по исполнительному документу, при наличии которого должников может быть установлено временное ограничение на выезд из Российской Федерации. С 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Правда, это не коснулось должников по исполнительным производствам в искании должности по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда. Для должников указанной категории сумма порога осталась прежней, 10 тысяч рублей. Этот вред, простите, он ведь по решению суда, да? Да, совершенно верно. По решению суда назначается человеку. Так элементы тоже по решению суда назначаются, так сказать. Элементы, да, совершенно верно. Все эти решения принимает суд о взыскании долга с гражданами. При этом для тех категорий должников по иным категориям порог ограничения стоял 300 тысяч рублей. Но при этом, если гражданин в течение двух месяцев не оплачивал задолженность, то порог также снижается до 10 тысяч рублей. То есть для тех, кто имеет просроченную задолженность, порог этот не повышается, да? Кроме этого, снятие ограничений. Сейчас немножко изменилось процесс снятия ограничений. Сейчас этим вопросом может снять ограничения судебный пристав, исполнитель предиректора федеральной службы приставов, которые подразделения находятся в Москве в центральном аппарате. Они информацию получают из государственной информационной системы о государственных муниципальных платежах и в течение дня принимают решение о снятии ограничений. В течение еще раз повторяющих дня? В течение одного рабочего дня, если там выходной выяснилось? Ну, не позднее следующего дня, как только информация появилась в этой системе. То есть как только человеку деньги в банк унес, эта информация получается в системе, да? Информация выпадает, ну, в зависимости от расторопности банка. Информация, скорее всего, на следующий день попадает в эту систему и приставов-исполнитель снимает ограничения. Так, алименщики, другие категории, некоторые другие категории. Неплательщиков у них остался прежний порог, 10 тысяч. Мы чуть позже об алименщиках поподробнее поговорим. И все-таки, что же это за ситуация, когда человек задолжал, кому задолжал, и ему разрешается 30 тысяч накопить? Что это за неплатежи? Например, исходя из практики, самое распространенное. Например, это взыскание кредитов, кредитных платежей. Так, если по кредиту человек задолжал. Коммунальные платежи, штрафы ГИБДД, штрафы ГИБДД, штрафы иных ведомств. Да, потому что я как раз тревожу за штрафы других ведомств, потому что как у работы у журналистов связано со штрафами. Ну, все остальные категории, кроме тех, которые я перечислил, все остальные категории абсолютно. Почему алименщики с законодателем все-таки оставлены на прежних условиях? Ну, как особо значимое категорию исполнительных производств. То есть государство все-таки заботится о подрастающем поколении и о том, чтобы нерадивые отцы, ну или матери, они все-таки содержали своих детей после того, как брат распался. Вопрос такой у меня, Сергей Николаевич, есть ли информация по кировчанам, для кого это актуальны вот эти изменения в законодательстве? Сколько их наших должников в Кировской области? Так по структуре, да, если пройти. Если можно сказать об этом. Ну, вот на сегодняшний день у нас на исполнении находятся почти 260 тысяч исполнительных производств. На сегодняшний день 260 тысяч. 260 тысяч? 260 тысяч. При том, что уже за 9 месяцев текущего года прекращено или окончено почти 500 тысяч исполнительных производств. Всего судебными приставами-исполнителями области взыскано почти 3 миллиарда рублей на сегодняшний день. это практически столько, сколько мы взыскали за весь прошлый год. За 8 месяцев этого года? Да. За 9 месяцев этого 3 миллиарда рублей. Ну, сумма из года в год растет, в принципе. Самая распространенная категория, это, конечно, штрафы. В основном штрафы ГИБДД. Таких у нас документов в этом году 131 тысяч. Это почти половина получает? Ну, 131 тысяч из всего. То есть, если мы... Из всего из тех, кто уже заплатили, вы должны взыскать. То, что еще осталось и что было уже. Эта сумма подросла вот 131 тысяча в сравнении с прошлым годом? Ну, можно говорить, что число штрафов увеличилось или примерно осталось? Нет, примерно осталось. Второе место занимает долги по коммунальным платежам. Это почти 90 тысяч исполнительных производств. Но мы напомним, берем всю область, не только областные. Все область, конечно. 90 тысяч. Ну, и дальше все остальные категории. Там алиментов 15 тысяч, там, ну, и остальные категории уже меньшее количество. Ну, вот мы и дошли до алименщиков. Что с числом этой категории неплательщиков происходит? Их больше становится, меньше? Или сумма примерно одинаковая? Нет, сумма примерно одинаковая. Мы говорим, что количество тех граждан, которые злостно не выплачивают алименты, они немножко уменьшаются. Немножко незначительно, но уменьшаются. Там из года в год, там, на 1-5%. С чем это связано? С работой судебных приставов? Это вашу заслуга? Ну, в том числе, наверное, с политикой государства, в том числе, с нашей работой. Мы более активно применяем к ним меры вот и по ограничениям, и выезда за границу, и ограничения специального права. Из года в год увеличивается количество граждан, которые привлечены к уголовной ответственности за злостное уклонение от оплаты алиментов. Ну, более активно сейчас работаем, более продвинутые активно работаем со счетами в банках, причем по всей России. Ну, за счет этих мер, наверное, уменьшается. Судебные приставы, напомню, имеют право накладывать арест на счет банковский, да? А вы совсем на все банки распространяется? Банков сейчас много у нас, там, чуть не 600 штук в области, в смысле, в Федерации. Банков много. Основные банки, которые имеют массовое количество клиентов, они все взаимодействуют с федеральными служащими приставами в электронном виде. И ситуация получается такая, что пристав-исполнитель на следующий день после возбуждения исполнительного производства уже имеет информацию о всех счетах гражданина, независимо от того, банк находится в Кирове, или в Москве, или в Екатеринбурге, и так далее. То есть информация этого пристава имеется. И в электронном виде он накладывает ограничения и обращает заискание на денежные средства. Расскажите, пожалуйста, об основных препятствиях, с которыми, возможно, приставы сталкиваются в процессе своей работы, в процессе исполнения. На какие хересы идут должники и что с ними делать? Ну, это имею в виду. Да, я тоже как бы об этом подумал, потому что информация обычно идет о том, что там кто где-то прячется, кто-то что-то еще, там на кого-то что-то переписывают. Ну, здесь, конечно, безусловно, приставу-исполнителю необходимо желательно пообщаться с гражданином. Но это, как понимаете, не всегда получается. Граждане проживают не там, где они зарегистрированы. Так, раз проблема, да? Нельзя найти должника. Он пытается как бы не пустить пристава-исполнителя, скрывается от него. А человек вообще имеет право не пустить в свое жилище судебного пристава? Ну, он обязан его пропустить. Обязан все-таки. Обязан пропустить, конечно. Если удал документы на руках. Есть административная ответственность за невыполнение требований. Если он препятствует деятельности судебного пристава. Закон действия пристава-исполнителя. Еще какие преграды? Отсутствие имущества у граждан. Это распространенное достаточно явление? Ну да, конечно. Но имущество-то имеется в виду то, которое официально на граждане не числится. Потому что очень много приходит людей. Помню, что приходил этот человек, говорит, должник, разъезжает на роскошной машине. Но она записана на его бабушку, и он живет себе спокойно. Ну да, это можно, конечно, выявить и доказать, что это имущество приобретено на средство гражданина. Но это сложная процедура и занимает длительное время. Но если этой процедурой занимаются приставы или это какие-то следственные органы? Это и приставы, но без помощи взыскателей, без желания взыскателей. Это невозможно сделать. Потому что ряд вопросов, есть ряд вопросов, по которым пристав не может обратиться в суд. Но может иметь право только кредитор обратиться в суд. То есть тот в чью пользу взыскивается? Ну, как обычно, бывает, читаешь, в сотках ДТП по столицам, в первую очередь. Безработный гражданин такого-то возраста, на такой-то тачке за несколько миллионов рублей. У нас есть такие случаи, когда ничего на гражданине не записано, недвижимое имущество. По всем признакам он, в общем-то, не бедствует. Ну, конечно, есть. Но я конкретные примеры привести сейчас не могу, конечно. Но есть. То есть хистрецов хватает у нас? Так, нам нужно сейчас сделать небольшую паузу. Мы беседуем с Сергеем Даниловичем. Это заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области. Зам главного судебного пристава нашего региона. Мы продолжим через полминуты. Так, еще раз напомним, основной повод для разговора с Сергеем Даниловичем, это изменение, вступившее в силу с началом октября 2017 года, для некоторых категорий неплательщиков порог, при котором невыездным становится гражданин увеличен до 30 тысяч. Это, еще раз напомним, не касается алименщиков, тех людей, которым суд назначил возмещение ущерба, потеря кормильца и так далее. По конкретным примерам еще хочется пройтись. У нас ведь как, вроде как, зачастую бывает, россиянин узнает о том, что у него есть долг непосредственно на границе. В аэропорту это часто происходит, да, Витя? Ну, есть такие случаи. Есть такие случаи, но гражданин, если выезжает за границу, так можно очень легко узнать о наличии исполнительного производства, о наличии ограничения. Для этого есть все необходимые ресурсы. Это очень просто вообще на сайте ФСПС, там это по... ФСПС.рус.ру, прям на главной странице. Данных там вводить немного надо, я вот как бы интереса ради захожу иногда, смотрю, что у меня там изменилось. Да, кроме этого есть приложение очень удобное, ФССП, где можно оформить подписку, допустим, мы с вами оформим подписку, и если будет возбуждено исполнительное производство, придет уведомление соответствующее. Вот, кроме этого, сейчас развивается очень у нас хорошо такая услуга, как личный кабинет исполнительного производства. Если уже есть исполнительное производство, можно там зарегистрироваться и уже получать процессуальные документы и общаться с приставом, взаимодействовать по исполнительному производству уже через личный кабинет, через интернет. Вы мониторите, отслеживаете, сколько людей пользуется этими электронными ресурсами? Это число растет? Это число растет. К сожалению, не так активно, как нам хотелось бы, но растет. Ну, на самом деле, это очень удобно, просто я говорю, как человек, который там был и знает, да, то есть это, правда, очень удобный сервис, и вот, когда человек приходит в аэропорт и удивляет, что у него есть долг, я просто удивляюсь, потому что если у него хватило там ума оформить себе билеты там авиационные, тоже через интернет, да, то заглянуть на сайт, ну, это же две минуты буквально. А давайте еще раз... По-моему, это редкий случай. Давайте еще раз проговорим эту процедуру. Вот человек, собираясь, ну, за границу, узнал, что у него есть долг. Вы упомянули о том, что процедура несколько сокращена, а что ему делать? Ему нужно оплатить долг. Как? Оплатить долг. Куда идти? Либо через банк, либо приставу исполнителю, либо с использованием различных платежных систем, опять же, на нашем сайте. Электронных. Электронных платежных систем. Все, и в течение двух дней ограничение будет снято. А как узнать об этом, что ограничение снято? Как информация? Обратиться к приставу исполнителю. То есть, осведомиться. Да. Должен ли еще что? Конечно, конечно. Или не должен? А вот эти ограничения, которые вводятся на специальные права, да, две месяца идут там на... Ну, самое распространенное водительское удостоверение. Водительское удостоверение и так далее. Я напомню, что это новшество. Там никаких изменений не произошло, вот и ни по сумме, ни по чему. Ну, там никаких изменений не произошло. Еще осталось по-прежнему. Мы с вами разговаривали в этой студии. Да, да, да. Давайте напомним. А эта норма действует с середины января 2016 года. Да. Когда временно, например, приостановлены могут быть действия водительского удостоверения у неплательщика. Давайте напомним. Саму процедуру, да? Да, саму процедуру. Потом к статистике перейдем. При неисполнении гражданином установлены срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа по отдельной категории исполнительных производств. Это взыскание алиментов, возмещение вреда причиненного здоровья, возмещение вреда в связи со смертью и кормилицей. Ну, практически те же самые категории, о которых мы говорили уже по ограничению. Вот в связи, да, ограничения в ГУЛ. В том числе штрафов ГИБДД. Судебный пристав исполнителя имеет право самостоятельно принять решение. Либо по заявлению взыскателя ограничить гражданина на пользование специальным правом. В том числе вот право управления транспортного средства самораспространенное. Как судебный пристав исполнитель, напомните, узнает о том, что у гражданина есть специальное право? Мы информацию получаем из органов ГИБДД. По запросу? Да. Ну, сейчас это оперативно происходит, практически в режиме онлайн. То есть мы... Одна база, простите? Доступ к базе есть? Нет, недоступ к базе мы получаем в электронном виде по нашим электронным запросам эту информацию. При возбуждении исполнительного производства пристав формирует соответствующие запросы и получает информацию. Вот за 9 месяцев 2017 года вынесено по 200 тысячам исполнительных документов... Сколько еще раз? 2,5 тысячи. Это по области? По области. Установлено временное ограничение. Кроме этого, пристав имеет право самостоятельно принимать решение по исполнительным документам по судебным актам. Также имеет право обратиться в суд по документам, которые являются несудебными. Ну, штрафы ГИБДД, допустим. Если сумма долга превышает 10 тысяч рублей, обращается пристав-исполнитель в суд, и суд принимает решение ограничить должника в специальном праве. Таких обращений у нас было 127. Это плюсом к озвученной сумме? Это плюсом, да. Плюсом к озвученной сумме. Ясно. Как ведут себя эти неплачальщики? Там же еще такое понятие временное ограничение, но временное в том плане, что как заплатить, так оно же пока не мягко. То есть там нет какого-то срока устанавливается на год, на полгода. Временное ограничение устанавливается на выезд за границу, имеет срок 6 месяцев, но потом продляется. А здесь нет ограничения по срокам. Как ведут они себя, когда им становится известно, когда им сообщается, что вы не сможете управлять транспортным средством? Ведут себя по-разному. Бывают случаи обжалования наших действий, бывают случаи, когда граждане продолжают управлять транспортным средством. Есть у ГИБДД статистика уже есть, сколько уже задержанных. По-разному ведут. Радость никто не проявляет, как я понимаю. Вроде да, отучился, имеешь полное право, а тут нет. И все-таки, если так брать всю массу неплательщиков, сознательность в большинстве своем проявляют, или прям вот не буду платить, и все. Или нельзя так? Нет, конечно, вот если брать какую-то обобщенную статистику по территориям, у нас достаточно хорошие, скажем так, должники по сравнению с другими территориями. С другими регионами, да? С другими территориями, да, у нас намного меньше относительно штрафов ГИБДД. То есть значительное количество людей самостоятельно оплачивают штрафы, к нам не поступают. То есть меньше штрафов, которые к вам по вашему ведомству проходят. Да, да, да. Так-то там у ГИБДД надо спрашивать, сколько их. Ну, относительно того, что самостоятельно люди платят их больше, чем в других регионах. Сознательность помощного должников у наших. А с чем это связано? Особенность местности нашей или что? Не знаю, может у нас просто работают. Менталитет может быть. Менталитет может работают так, что на всякий случай стараются не доводить до них дело. Кто его знает. Давайте, кстати, по инструментарию пройдемся судебных приставов. Вообще, что в ваших полномочиях, каким образом вы можете работать с должниками? Ну, при поступлении исполнительного документа должнику предоставляется срок для дуровольного исполнения, составляющий 5 дней. Ну, не по всем категориям исполнительного производства, но по основной массе. В случае невыполнения гражданином своей обязанности по уплате долга приставов-исполнитель имеет право применять меры принудительного исполнения. Он обращает искание на денежные средства в банках, об этом мы уже говорили. Проверяет имущественное положение, обращает искание на имущество, недвижимость, движимость, транспорт и так далее. Ну, это все соответствует сейчас запросы в разные органы. Да, да, да. Ну, эту информацию можно получить, а вот по другому-то имуществу как там речь? Не у всех есть машина, не у всех есть квартира в собственности, в своей... Выезжают, проверяют по месту жительства гражданина, по месту его нахождения. По месту нахождения или по месту... Вот тоже вопросы возникают часто. Вот люди, которые сейчас же очень многие, они живут по месту регистрации. Я просто даже вопрос от их делал, запрос такой, имеет ли право пристав прийти ко мне по месту моего, как бы, временного проживания, скажем так. Реально. По месту нахождения гражданина, по месту проживания гражданина, конечно. А имущество, которое находится у него по месту регистрации, скажем, или по месту его временного проживания, он скажет, я живу в чужой квартире, это не мое имущество. Ну, эти вопросы решаются через суд. Гражданин, который считает, что это имущество его, имеет право обратиться в суд и исключить имущество из-за актописи ареста. То есть, условно говоря, реальный владелец вот этой жилпочери, где якобы проживают... Если недвижимые имущества. Нет, недвижимые. А, где проживают. Там, как, что там обычно изымаются-то у нас телевизоры, дорогая какая-то техника, но то, что может быть реализовано, да? Компьютерная техника. То есть, это пристав может изымать, а чтобы этого не произошло, реальный владелец должен доказать, что это его. В основном, если есть предположение, что возможен спор по имуществу, имуществом оставляется гражданину на ответственное хранение. Оно считается арестованным, но он обязан его хранить. Ясно, все понятно. То есть, ликвидировать не может никуда спрятать. По завершении спора уже принимается решение. Либо снимается арест, либо производится процедура обращения в искание на имущество. — Как часто, Сергей Николаевич, бывают случаи, когда одни и те же граждане попадают в поле вашего зрения? Был человек-должник, заплатил, потом снова что-то не заплатил. — Наверное, это массовые случаи. — Массовые случаи, да? — Массовые, конечно. У нас не все же... Смотрите, у нас было сколько исполнительных производств? Мы сказали, 700 тысяч. Не все же граждане Кировской области являются должниками. Незначительная часть. Поэтому одни и те же, конечно, одни и те же. — Но так или иначе, современная жизнь так устроена, что шансов стать должником все больше и больше, наверное, да? — Ну, просто... — Где-то что-то не отдал. — Жить в долг-то как бы сейчас не считается зазорным, как раньше, да? То есть, как бы люди охотно берут и кредиты, там займы что-то еще, и у людей там занимают. Так что все равно куда деваться. Я все-таки попробую вернуться еще к теме по алиментам, потому что, мне кажется, это тема, которая очень многих волнует на самом деле. Она, во-первых, такая социальная, очень значимая, да? Вот смотрите, человек платит алименты, да? Потом он, условно говоря, теряет работу, он не работает. Как происходит в данном случае взыскание алиментов? — Он, может, имеет право и имеет возможность встать на учет в центре занятости. — Ну, если он встал на учет, ему платит пособие, там, извините... — Способие будет удерживать за алименты. — Ну, это же очень мало. — Ну, мало. — Но факт того, что удерживается будет алимент, с его доходов, какие доходы есть, с тех удерживаются. В зависимости от того, какие требования в исполнительном документе содержатся. Там может быть доля от доходов. — Ну, обычная, самая стандартная, это доля от доходов. — Но, может быть, если взыскатель не согласен с суммой взыскиваемых алиментов, он может обратиться в суд и доказать свое право, если суд примет решение, там, может быть, взыскиваются алименты в твердой денежной сумме. — То есть фиксированная сумма какая-то, да? — Да. Либо в минимальных размерах оплата труда, которая потом при увеличении МРОД может увеличиваться, пересчитываться уже приставом исполнителей, либо в твердой денежной сумме. — А вот, условно говоря, если человек там, ну, просто не работает, в службу занясть не встал, ну, вот не работает, и все, да? Ему какие-то там долги насчитываются или как-то еще? — Ну, по среднемесячной заработной плате. — Вот по прежней, да? — Конечно, да. — Или по Российской Федерации. — По средней заработной плате по Российской Федерации. — То есть в любом случае, как бы, так... — Долг будет расти. — Вот, и когда еще вы говорите, что есть уголовная статья, там, как злостное уклонение от уплаты называется? — Злостное уклонение. — Это злостное, это в чем злостность? — Это значит, да, что... — Так что надо делать, чтобы стать злостным? Точнее, что не надо делать, чтобы не стать? — Ну, изначально гражданин предупреждается о возможности привлечения к административной ответственности, привлекается к административной ответственности, сейчас есть статья в кодексе об административных правонарушениях за злостное уклонение от уплаты алиментов, привлекается к административной ответственности, отбывает административное наказание, В основном это принудительные работы. В случае непринятия каких-то мер и решения об оплате алиментов, он уже привлекается к уголовной ответственности. Злостность заключается именно в том, что он уже после неоднократных предупреждений, после административного наказания, он все равно за ум не берется, продолжает не платить, тогда он уже попадает под уголовную статью. Не секрет, что государственные органы работают над тем, чтобы постепенно расширять список мер воздействия на неплательщиков. Может быть, Сергей Николаевич, уже можете анонсировать? Нет, не будем анонсировать. Но это не секрет, что там мысль работает, что называется. Давайте еще раз напомним нашим слушателям о том, как можно узнать о своих долгах, где можно проконсультироваться, более подробную информацию озвучить. Не бесполезно будет еще раз напомнить. Во-первых, всегда можно прийти на прием к листовым исполнителям. У нас единые часы приема установлены. Это вторник с 9 до 13 во всех структурных подразделениях управления. И в четверг с 13 до 18. Всегда можно подойти во всех практически районах. Есть подразделения листов-исполнителей. Всегда можно подойти и получить необходимую информацию, консультацию. Кроме этого, на сайте ФССП России действует банк данных исполнительных производств. Там можно получить информацию о наличии исполнительного производства. Также можно погасить задолженность, получить информацию о телефонах, в том числе дежурных телефонов. У нас сейчас есть в каждом подразделении дежурные сотовые телефоны, где можно дозвониться. То есть гарантирует то, что оперативнее можно достачаться. Нет, ну вот я когда захожу на этот сайт, у меня уже есть долг, как у этих вот у 70 тысяч, да? Какой долг? Оно небольшое. Я говорю, как у этих 700 тысяч людей там, да? Небольшой долг, но я захожу, вижу, там изменился пристав-исполнитель. Там есть его фамилия, имя, отчество, там есть его телефон, да? То есть я могу с этим приставом поговорить, так сказать, узнать, что изменилось там у меня или у них и так далее. То есть удобный довольно сервис, я почему говорю. Ну, кроме этого, вот я уже говорил, есть удобное приложение ФССП России, тоже можно узнать информацию. Скачать можно? Скачать можно, да. В доступном месте, о том, о котором все пользователи смартфонов знают, да? Google Play. Да, да, да. Я это имею в виду. Вот, и можно воспользоваться электронным сервисом, запись на личный прием, также на нашем сайте, выбрать должностное лицо, которому гражданин хочет прийти на прием, и записаться, и прийти уже в это время, на которое оформлено подпись. А можно выбрать любое должностное лицо, или это вот как в некоторых органах сначала на низший уровень, потом только выше и так далее? Нужно, конечно, сходить к приставу, к начальнику отдела, если необходимо, уже там к руководству. Условно говоря, к вам можно записаться на прием? Можно записаться. То есть это реально? Можно записаться, да. И вот тут Николай, наверное, в завершении нашей беседы с Сергеем Николаевичем упомянуть об опросе, который есть на нашем сайте. Кирова.ру и на нашей странице ВКонтакте. Опрос у нас крайне простой, какую-либо задолженность, и три варианта ответа я имею, я не имею, и вот третий вариант, я не знаю. Имею, не имею, не знаю, но я тут не только какую-то официальную задолженность, возможно, имел в виду, просто, может, взял у другого, у знакомого, у коллеги, забыл вернуть. Ну, я думаю, что люди все-таки понимают это как более официальную такую, да. Хорошо, вот какие результаты у нас. Имею и не имею на нашей странице ВКонтакте примерно 50 на 50. А не знаю, мне вот интересно. Не знаю. То есть человек должен, но не знает. Мне вообще интересно вот эта вот такая вещь. 6-7% на нашей странице. То ли должен, то ли нет, вот сидит думая. Зато тех, кто не знает, на сайте эхокирова.ру набралось 25%. Каждый четвертый проголосовавший. Сергей Николаевич, может прокомментируете? Бывают такие аргументы, они платят, что я не знал, а что вы ко мне пришли вообще? Откуда у меня долг? Разная ситуация ведь бывает. Ну, какие-то вот человек получает письменные уведомления о том, что вот он попал на перо вашей службы, так сказать, на учет. Ну, вообще-то, как бы не мы же выдаем исполнительные документы. Выдают исполнительные документы компетентные органы. Суды, уполномоченные органы, там даже снаэлицы, которые принимают решения об административных правонарушениях. Поэтому гражданин в любом случае имеет возможность хотя бы предположить, что у него есть долг. Ну, выйдя из Донецка, да, послушал судебные решения, он должен понять, что, похоже, я задолжал. Конечно, конечно. Поэтому такие вот слова граждан о том, что я не знаю, в основе своей это лукавство. Лукавство, конечно. Мне кажется, тоже, кажется, как-то вот так жить, не знать, что должен, это как-то, ну, не очень понимаю для адекватного человека, по крайней мере. Ну, давайте порадуемся за тех, кто проголосовал на нашем сайте хакиров.ру. За вариант не имеем. Таких ровно половина. Долгов не имею. Ну, долги-то иметь, мне кажется, не стыдно. Стыдно их вовремя не отдавать. Конечно, конечно. Вот, как бы тут вопрос в этом. Спасибо за эту беседу. Сергей Данилович, заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области, заместитель главного судебного пристава нашего региона. Всего доброго. Успехов вам у нас с рекламы. У нас с Николаем мы вернемся очень скоро. Спасибо. Продолжается программа «Дневной разворот» с Николаем Голиком. И Владимир Смитальевым. Остается немного времени до конца первого часа «Дневного разворота». Во втором части мы будем ждать в нашей студии Ольгу Шибека. Это специалист по связям с общественностью региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Дорога и добра». Кстати, сегодня у нас в рамках радиостанции «День добрых дел». Программа выходит весь день. Мы сотрудничаем с Центром «Дорога и добра». Пытаемся уделять внимание, уделяем внимание, вернее, тем детям, которые там занимаются. И просим вас тоже проучаствовать в этом процессе. Мы неоднократно говорили о том, что Центр наконец-таки получил новое помещение. И уже месяц. И уже месяц он новое помещение отработал. Поэтому нам, как бы, людям, которые изначально говорили о том, что там планируется, какие там затраты, каким образом это решается. Просто интересно, к чему эта организация сейчас пришла. Ну, а сейчас, на ближайшие минуты, я предлагаю Николай обсудить те новости, которые поступали вчера, поступают сегодня. Я думаю, что интерес многих прикован к судебному процессу над бывшим губернатором Никитой Белых. Вчера очень важный день был в Преснецком районном суде города Москвы. Вчера допрашивали там Ларицкого. Это владелец НЛК, напомню, Юка Лесхоз. Так вот, что же он сказал? Взятка стала благодарностью за получение в аренду лесных участков для нужд предприятий. Ларицкий, через директора НЛК Владимира Сосолятина, передал Сергею Щерчкову, занимавшему на тот момент постзаместителю представителя правительства области, взятку эту самую. Сумму 200 тысяч евро Ларицкий якобы определил самостоятельно. Ларицкий также показал на суде, что все переговоры касаемо лесных участков он вел исключительно с Щерчковым. Он же намекнул Ларицкому на необходимость благодарности за проделанную работу. Намекнул, мол, неплохо бы. Как следует из показаний свидетеля, Белых он взятку не передавал, просьб со стороны экс-губернатора о передаче денег тоже не было. То есть непосредственно вот. Ну, если он не контактировал напрямую, да. Вот такие уже серьезные данные. Ну, видишь ли, мы как бы знаем, да, мы как бы знаем так, что у нас Сергей Щерчков свои показания дал. И вероятнее всего они как бы согласуются с тем, что говорит Ларицкий. То есть Щерчков вот эту посредническую миссию на себя возложил, признал ее, так сказать. Не знаю, как дальше будет. Тут очень сложно судить что-либо, потому что вот пока вот эта версия обвинения, она пока доказывается. Вот получается так, что вот этот процесс шел, а я еще ни разу не слышал о том, чтобы руководитель, получивший деньги, да, вот говорил, ой да, вот я прямо требовал, я прямо получил. Такого обычно не бывает. Даже когда фиксируют факт, обычно говорят, да я не понял, что это такое, да, совсем не то вы имеете, мне вообще долг вернули и так далее. То есть в любом случае пока что-либо сказать вот на этом этапе трудно, потому что у обвинения своя версия, она у них довольно-таки выстроена. У них есть свидетели, есть тот же Ларицкий, тот же Зудхаймер, есть тот же Щерчков. Они сейчас говорят, но потом будет сторона. Все это дает основание полагать, что ситуация, ну она уже давно не лучшим образом для экс-губернатора складывается. Она действительно не складывается. Ну, по крайней мере, не на пустом месте, судя по тому, что говорится, не на пустом месте следствие работало. То есть у них есть какие-то свидетели, есть какие-то данные, есть какие-то подтверждения. Так что будем, будем посмотреть, Володь, как бы тут пока сказать. До Нового года интересно, закончат или не закончат? Что-то мне подсказывает, что закончат. Я думаю, наверное, закончат, потому что довольно активно суд идет. Не так много фигурантов в этом деле. Вот я думаю, успеют опросить обе стороны, так сказать. Теперь хорошая новость, раз уж мы продолжаем обсуждать новости нашего региона. В преддверии Дня учителя в регионе подвели итоги конкурса среди общеобразовательных учреждений. Победителем признаны 25 школ города и области. Они получат дополнительную поддержку из бюджета в этом и следующем годах. В этом году размер помощи составит 81 миллион, в следующем 175 миллионов рублей. На всех? На всех. 25 лучших школ в итоге получат почти 300 миллионов рублей. За полтора года вот эти вот... Да, счастливчиков, заслуживших, такой чести можно перечислить. Это Кэппл, математический лицей, лицей естественных наук, гуманитарная гимназия, авиатская и православная гимназия, лицей 21-28, лингвистическая гимназия, гимназия Мегрина и гимназия номер 46. Это то, что в городе Кирове, да? Да, хорошие прибавки. Но это, безусловно, хорошая новость. И вот если это так, если эта сумма действительно такая, на вот эти 25 школ будет распределена, то я думаю, что это очень хорошая новость и для школ, и для учащихся этих школ, соответственно. Более в ситуации, когда есть сведения о том, что урезание бюджета, оно не остановилось, оно продолжается по тем или иным направлениям, да, что касается образовательных учреждений. Надо сына спросить, рад ли он этому, как ученика одного из перечисленных. Я не думаю, что он пока об этом еще знает. Но хорошо бы, если бы это было на самом деле так, на самом деле, Владимир. Кстати, как родителю, материальная сторона вопроса в школах остро сейчас стоит. Я-то еще не родитель школьный, мне еще предстоит. Мне еще предстоит. Я просто как бы так, получается, довольно-таки в этом году много общался с родителями из разных школ совершенно, то есть, да, не только вот свой опыт имея, из разных школ, которые там, может быть, не так престижны, не так известны, как ВГГ и так далее. Но проблема у всех стоит, потому что, условно говоря, каждое родительское собрание, когда люди идут на родительское собрание, они вот так узнаем. Главное в родительском собрании сейчас это вот все прошло, все сказали, а потом объявляют, собственно говоря, сумму, которая нужна на то-то, то-то, то-то и то-то. И так практически измечены эти суммы поступают. Ну, сам понимаешь, сейчас это идет в определенные там общественные фонды, там, так далее, так далее. То есть напрямую взымания не происходит. Все добровольно. Как это называется, как это формулируется? Добровольно-принудительно. Добровольный взнос на нужное учреждение. И не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования. То есть нехватка денег ощущается. Поэтому я и думаю, что вот эти средства, которые поступят хотя бы вот в эти школы, которые ты перечислил, они частично остроту проблемы снизят, и нагрузку на наш карман тоже. Еще одна любопытная новость, тоже заинтересовавшая, смотрю по количеству просмотров, многих читателей, руководитель дирекции дорожного хозяйства Андрей Менькин оказался в центре внимания. В связи со своим имуществом? В связи со своим имуществом, как сообщают компетентные органы. Андрей Юрьевич забыл указать в документе, это доходы за прошлый год, да, если не ошибаюсь? Ну, в декларации я доходил. Свой автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Очень популярный. Кроме того, в прошлом году руководитель дирекции приобрел мотоцикл «Колосаки», который стоит в 4 раза больше, чем, собственно, он заработал в 2016 году. А в декларации, напомним, указана сумма в 125 тысяч рублей. И когда в марте Андрей Юрьевич пришел, он же говорил, да, что зарплату ему пообещали в 30 тысяч косарей, простите. Ну, а тут вот такая неувязочка получилась. Ну, видишь, мы уже как бы, я думаю, в Кирове привыкли к тому, что у нас есть люди, занимающие определенные должности, или даже избирающиеся на довольно высокие должности, которые имеют такие скромные минимальные доходы, если вспомнить там определенные избирательные кампании, когда люди декларируют чуть ли не одну тысячу в месяц. Хотя явно, что... Да-да-да, но вот когда возникают такие несоответствия, сейчас же на это стали смотреть, на имущество, которое у человека, и соотнесение с его доходами. Ну, я думаю, что господин Менькин, он сильно из этого не переживает. Вот, судя по всему... Это называется вынесенное представление прокурора. Да, судя по всему, он здесь по-любому ненадолго, поэтому как бы страх потерять работу у него, скорее всего, отсутствие, но так и так ее в ближайшее время намерен поменять. Мне так кажется почему-то. Должен закончится, да, закончится дорожная работа, закончится вот эта работа с этим дорожным миллиардом знаменитым, и мне кажется, его функция будет выполнена, он просто спокойно уедет, вне зависимости от того, по какой причине. — А я слышал версию, что он все-таки останется. — Ну, посмотрим, посмотрим. — Есть у него намерение зимой отдохнуть. — Если правоохранительные органы займутся всерьез, то, по идее, он все равно должен эту должность потерять. Вот такие новости интересные и заслуживающие вашего внимания. На наш взгляд, тем временем завершается у нас первая половина программы «Дневной разворот». Ольгу Шебеку будем ждать через несколько минут и продолжим программу через 20 минут уже. Начнем ровно в 12.05, продолжим, так что не прощаемся.